Добрый день. Мы договорились увидеть сегодня, поговорить о ситуации в республике, в экономике, в социальной сфере. В целом динамика положительная, это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде. Уверенно люди работают, ну и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьезных программ, задач, о которых вы сами все время говорите. Но я знаю, что вы подготовили список вопросов, по которым хотели бы обсудить. Да, Владимир Владимирович, добрый день. Спасибо, что нашли время, чтобы увидеться, встретиться. Я просто хотел бы до того, как начать про республику, Это тем, чем мы занимались на начале, и по сегодняшний день, на территории СВВ. И думаем, похвастаться даже хотели, что можно сделать. И гуманитарное направление, и боевое. Вот ваш отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику. Никакие аваруси, как я называю, их танки не страшны. Как мы им, я считаю, что мы им делали рекламу. А так сегодня бойцы дух хороший. Я иногда заглядываю, как, что, и находятся абсолютно все вопросы решаемые. Никаких проблем у них нет, нет связи, техника. Мы от начала до сегодняшнего дня купили 1100 чем-то машин. Из них 100 чем-то бронированных машин. Ну, даже не от республики, другим мы тоже помогаем. Это наше общее дело, поэтому мы вместе должны выиграть. Без народа вас поддерживает. И мы единственный регион, я могу сказать, что создали 5 полков и 3 батильона за это время республики. И они сегодня на СВО занимаются. Ребятам самые лучшие пожелания передавайте. Семьям их самые лучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами. В том числе поддержкой семей наших ребят, которые в переднем крае воюют. Воюют уверенно, хорошо, мужественно и героически. Мне очень радует, что очень хорошие контакты сложились с другими подразделениями. Я знаю отношения командиров, в том числе вышестоящего звена. Я уже, по-моему, говорил, одного спросил, как ребята из Чечни воюют. Ответ был в ту же секунду. Не подойдут, я в них полностью уверен. Это все-таки обо мной. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях. Поэтому всем самые лучшие пожелания и членам их семей. Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит, нам не жить в этом государстве. Мы сто процентов выполним ваш приказ. Спасибо. Ну, а ситуацию в республике, я понимаю, так вы уже охарактеризованы. В целом, вы, по-моему, тоже оцените. У нас в республике особых проблем нет. Эти проблемы вы давно решили. Сейчас есть технические вопросы такие, которые, как всегда, нужна ваша помощь. Продолжение следует...